Парни, всем привет! Согласно последним комментариям на канале, видео смотрят девчонки, соответственно, девчонки, вам тоже привет! Я думаю, вам этот автомобиль будет интересен, потому что в нашем случае это стоит вообще подарок мужу-жене. Представляете? Подарок мужу-жене. Для затравочки, что хочу сказать. Когда человек приехал покупать автомобиль в автосалон, он стоял за 1 миллион 795 тысяч рублей. Ну, то есть, 1 миллион 800 тысяч. Это у нас 1,4, но здесь есть очень много допов различных. Про все мы сейчас подробно поговорим. Но ушел человек из салона с этим автомобилем за 1 миллион 160 тысяч рублей. Представляете? 1 миллион 160 тысяч рублей. Он сидел там около 6 часов, договаривался, торговался, дело шло. Когда он уже хотел просто десяточку вот это округлить, то есть, чтобы цена была 1 миллион 150. Вышел там, руководитель автосалона, просто начал рвать документы, говорит, слушай, ты здесь просто всех уже сегодня отдалил, иди отсюда, то есть, не надо. И он как бы понял, что все, это низкая, самая низкая цена, скидок больше не будет. Так, в итоге он оставляет 50 тысяч рублей, а автомобиль он забрал через 2 недели. То есть, он привез через 2 недели только деньги, забрал автомобиль. К чему я это говорю? К тому, что вот что значит Audi. Представляешь, вот ты приходишься в автосалон, тебе говорят, 2 миллиона. Ну, ты можешь смело, мне кажется, 400 тысяч срезать. Особенно, если автомобиль 2 миллиона с учетом доп. оборудования. Давайте смотреть автомобиль. Вот просто покажи, пожалуйста, сбоку машину. Вот, народ, вот скажите сами, что вы думаете по автомобилю. Я хочу вам рассказать одну интересную историю. Я когда готовился к этому обзорчику, я смотрел несколько документальных, так сказать, видеосъем, где представители компании Audi, те, кто работали над дизайном, рассказывали, что здесь кардинально автомобиль изменилось. Ну, первое, оптика головная, что передняя, что задняя, и также решетка радиатора осталась неизменна, как во всем модельном ряде. Зачем это делают? Ну, для того, чтобы машина была узнаваема, типа, Audi это бренд, это премиальный бренд, это круто, поэтому он остается неизменным. А вот остальной кузов, А3 седан, то есть, он был нарисован как бы с ноля. И там стоит такой мужик-немец, то есть, который работал над дизайном, то есть, он, по идее, сам какой-то маркетолог. Он рассказывает, обратите внимание вот на вот эти линии, вот смотрите, просто прикол. Вот эти линии, мы их подглядели, говорит, у каких-то там диких животных, якобы у них там где-то на спине лопатки, не знаю, что-то идут. И оно как бы ассоциируется у людей там на подсознательном уровне, что это такой хищник. То есть, вот эта нижняя часть, вот если вы посмотрите сюда ниже, то есть, вот эту часть, они подглядели у моря. То есть, как бы волны, когда идут, просто, пацаны, вот эта вот херня происходит. Вот на самом деле, это, знаешь, это когда презентация автомобиля происходит, это сидят такие, пиджачок, галстучек там, дорогие дамы, господа, рады вам представить Ауди А3. И вот там это можно заливать. То, что когда машина стоит, она как бы находится в движении, она устремлена вперед. Краткая история. А когда в университете учился, я учился на рекламе, у нас был такой вот предмет один раз по пиару. И когда пришли, рассказывали про одну водку. Я рекламирую тебя не буду, называть просто марку, но вы все пили 100%, эта водка такая известная, кажется, али она была. И у них был просто подарочный такой набор, когда она вшла не просто бутылка, а когда она шла в упаковке. Вот. И там был такой, знаешь, красивый стикер, ну не стикер, такой флайер красивый лежал. Там было написано то, что данный продукт, водка, предполагается для людей, которые уверены в себе, которые чувствуют уверенность в завтрашнем дне, которые умеют убеждать идти вперед. Водка. Просто стоила она 300 рублей, сейчас она в магазине стоит рублей 500. То есть, все эти красивые слова остаются где-то там. По факту, во двор ты выйдешь просто, тебе пацаны что скажут? Тоже скажут, да, машина прикольная, без мата если, да, прикольная. Девчонки выйдут, тоже скажут, конечно, без проблем. В общем, всем, многим девушкам эта машина понравится. Особенно вот в красном цвете, как у нас. Это красный перламутр. Есть цвета, белый, красивый. Ну, безусловно, машина красивая, то есть смотрится она в целом скомпонована. То есть, что спереди, что сзади. И опять же, та же самая история, как с BMW 3 серии, вот мы снимали. Вот тройку, вот тройку, да, седан, с той же самой четвертой, где-то она там вот будет проезжать, да, то есть, ты видишь, ага, ауди поехал. То есть, ты особо там не почувствуешь разницу, что тройка, что четверка. Но когда ты садишься вовнутрь, конечно, здесь места, конечно, маловато. То есть, сюда садится идеальный вариант, там, молодым девушкам, молодым парням. То есть, ну, черную взять, допустим, да. То есть, ты все в институте учишься, ну, так вот получилось то, что у тебя есть деньги. Либо у кого-то там из твоих есть деньги, у тебя есть такая возможность взять эту машину. По большому счету, если ты взрослый мужик, тебе лет 30, ну, А3 ты себе вряд ли возьмешь. То есть, ты, скорее всего, будешь смотреть на А4. Значит, что спереди, что сбоку, что сзади, вот давайте просто сзади посмотрим. Машина тоже красивая и смотрится, ну, симпатично. Вот задние фары, покажи, просто задние фары. Спойлер, все это как-то вот в единый, все эти линии, конечно, это все мелочи. Но вот эти вот мелочи, действительно, как вот уже неоднократно это говорил, имеют решающее значение. Вот тут, там, там, вот по кругу идет. И в основном получается такой красивый кузов, который приятен взгляду. Вот, давайте просто сейчас откроем капот, и там я вам расскажу пару интересных фактов. Значит, в первую очередь, газоупорный держатель. Он считается, как бы, что автомобиль относится к премиум классу, потому что, например, на более бюджетные автомобили их не ставят. Сразу хочу сказать, потому что этот газоупорный держатель стоит 1000 рублей. Вот просто за 1000 рублей его можно купить, вот точно такую же палку. И за 500 рублей тебе в автосервисе его могут поставить. При желании ты его можешь поставить сам. То есть, ну, тем не менее, это считается вот премиум класс. В нашем случае 1,4 турбированные, они все турбированные идут. Также есть 1,8 и 2,0 дизельный, тоже турбированный. 125 лошадей, разгон до сотки, ну, по крайней мере, заявленный. Я буду аккуратно, заявленный 9,3. По расходу у нас в городе машина ест, ну, 8 литров. То есть, я согласен, потому что сейчас кто-то из вас может написать, тоже, за какие 8 литров она ест больше, пацаны. Но я вот называю показатели, которые, вот, говорит владелец, он ездит на машине, говорит, ну, в среднем 8 литров она ест у меня. Все. Хочу какие отметить плюсы. За счет того, что есть турбины, маленькие, ну, мало лошадей, но машина, в принципе, бодрая. Весит она тонну 300. То есть, тонну 300, тонну 350 с водителем. То есть, машина легкая, кузов облегченный здесь, шумка здесь. Это мы поговорим отдельно, когда уже появлено тест-драйв. На что здесь жалуются? Здесь частенько жалуются как раз именно на турбину. То есть, я думаю, что вы наверняка слышите, вот, турбина херовая, то, что выходит из строя. Плохая коробка. У нас здесь вот S-троник, как бы в кавычках S-троник, потому что по большому счету это тот же самый DSG. Если кратко говорить, то DSG это коробка прямого включения передач. То есть, там используются два сцепления. Бывают шестиступенчатые, бывают семиступенчатые. Также они бывают с мокрым сцеплением двойным. Бывают еще и с сухим двойным сцеплением. В чем разница? Вот просто. Если я что-то сейчас скажу не так, поправьте. Чтобы вот не было вот этого вот у нас между вами. Ты не знаешь, ты зато знаешь. Вот ты знаешь, напиши. Значит, когда используется сухое сцепление двойное, то есть, говорят то, что машина более динамичная. То есть, переключение быстрее происходит, машина быстрее едет. Ну, за счет пересключения. А когда двойное мокрое сцепление, то есть, как бы оно находится в маслом такой небольшой ванне. И за счет этого, то есть, переключение таки более заторможено. То есть, динамические характеристики машины падают. Это кратко. Соответственно, кто эксперт, он поправит, расскажет. Вы это можете сами посчитать. По большому счету, вас должно волновать одно. То, что коробка, если полетит, то тебе поменять по гарантии. Та же самая с турбиной. История полетит, поменять по гарантии. Но два года гарантии сейчас на немцев идет. И 100 тысяч пробега. Что наступит быстрее? Понятное дело, быстрее тебе наступит два года. В чем минусы? Минусы в том заключают, что если у тебя полетела турбина, то есть, у тебя машина где-то в аварийном режиме. То есть, ты будешь ехать там не больше 40 км в час. Сдаешь машину, если тут в наличии не будет, нужно ждать. Тебе, говорят, подменный автомобиль не дают. Соответственно, машина будет стоять, а ты будешь пешеходом. Присутствуют жалобы на то, что мотор поджирает масло. Здесь уже раз на раз не приходится. Потому что бывают такие люди, которые рассказывают. Вот у меня такая была, вот у меня жрало масло. Но она у меня была 2008 года. И там у него что-то жрало. Там пробег был 180 тысяч. Купил он уже, ну, вот это, мы поняли, да? Такие истории о том, что из прошлого. В нашем случае автомобиль 2015 года. Соответственно, пробег здесь 5000 км. Ничего здесь не поджирается. Один раз был косяк с электроникой. То есть, когда народу село много в автомобиль. То есть, там порядка пяти человек, а при этом в моменте присутствовал. Было там застолье небольшое. Выезжали, сели, да, выскочила какая-то проблема. После того, как все вышли, машину заглушили, завели. Все, проблема ушла. Собственно, что тоже является косяком Ауди. Бывают проблемы, когда у них, раньше помнят, да? Вот этот дисплей не выезжал. То он, например, выйдет обратно, не заезжает и так далее. То есть, с электроникой здесь проблемы встречаются. Есть плюс, который стоит отметить. По большому счету здесь, там, смотреть больше нечего. Капот тяжелый, хороший. Значит, машина хорошо управляется. Раз. То есть, действительно, она стоит хорошо на дороге. То есть, дальше, по подвеске. Она здесь обычная. Здесь типичная подвеска передняя, там, Макферсон, задняя многорычажная. Управляемость, там, на большой скорости. В городе, она, как бы, ну, особо людей не жалуется. Хотя, наверняка, найдутся те, кто скажут, что она слишком жесткая. Или, что она, наоборот, слишком какая-то мягкая. В целом, люди, владельцы, реально отмечают то, что автомобиль сбалансированный. То есть, и в городе на нем комфортно ездить. И, соответственно, на трассе 210. Вот, пожалуйста, машина разгоняется. Никаких дискомфортов при перестроении владелец не испытывает. Стоит отметить то, что диски у нас стоят 16-е. Парни, 16-е диски. Не R16-е, а 16-е. Я это читаю, я учусь. Вот. Соответственно, можно сюда без проблем воткнуть и 19-е. Тогда, естественно, будет, как бы, уже, возможно, в городе она будет более жесткая. Ты будешь больше чувствовать различные колдобины. Но, по большому счету, старая песня о главном. Ты должен сам смотреть и понимать, какие у тебя в городе дороги. Если у тебя разбитые дороги, то, собственно, тебе вообще стоит подумать на том, брать ли тебе такую машину или не брать. Потому что машина, по большому счету, городская. То есть, ты ее взял, все, поехал. Куда ты? Поехал по магазинчикам. Ты проехался по делам. Передний привод у нас. Можно поставить полный привод. То есть, в комплектациях выше есть конфигуратор. То есть, цены начинаются на автомобиль примерно от миллиона пятьсот. Там, миллион пятьсот пятьдесят тысяч. И пошел в гору. То есть, можно дойти и до двух с половиной, я думаю, без проблем, миллионов. Но, по большому счету, как в начале видео было сказано, нужно торговаться. Нужно жестко торговаться. Как торговаться, если ты не знаешь, смотри в описании. Там будет ссылка, как купить авто со скидкой. Вот, смотрите, в нашем случае сейчас идеальный вариант вам продемонстрировать багажник. Смотри, пожалуйста, коляска есть. Самокат замечательный. Есть все, есть все лежит. То есть, можно достать. Да, смотрел какие-то некоторые обзоры, где люди такие говорят, что, мол, багажник не очень удобный, так как вот до задней части туда приходится дотягиваться. Это будет тебе неудобно, если ты вот додумаешься просто в херовенькую погоду. Знаешь, зимой грязище, затеешь какой-то ремонт. И начнешь вот туда куда-нибудь цемент в себе мешки грузить. Вот тогда ты подойдешь, понятное дело, цемент. Тебе нужно будет залезть. А так, что тут неудобного? Ты подошел, вот ты облокотился, раз, сумку взял свою спортивную. Или там покушать ты привез, правильно? Туфли, туфли. Ты купил себе новые туфли. Раз, вот они. Ты их оттуда достала, пошла. Бывают и менее удобные багажники. В целом, я считаю, тоже нормально. По объему он 425 литров. То есть, как вы видите, все здесь лежит. Обратите внимание, покажи просто эту часть. То есть, видишь, машина аккуратная. То есть, люди аккуратные. Все, ничего здесь не забито. Никаких вот ссадин нет. То есть, раз, пожалуйста, коляску положили, вытащили. И сделано тоже интересно то, что нет этого мнимого там, большого багажника, как вот в Камрюхе было. Все с кожухами, все закрыто, все нормально. И, кстати, сиденья здесь складываются полностью. То есть, их можно сложить. Пол получается неровный, но он получается, ну, багажник больше становится. Значит, как обычно, открываем. Заявленный просвет у машины, что-то в районе 160 миллиметров. На самом деле, она, мне кажется, ниже. Если взять S-Line, то там она будет еще ниже. Это обвесик такого рода. То есть, она там на 10 миллиметров 100% будет занижена. Ну, поехали. То есть, все, машина. Я пришел, сажусь в машину. Все, я сел. Вот эта стойка, она реально очень низкая. То есть, если я буду ехать, вот я уже так прокатился, то есть, знаешь, просто вот посмотреть в зеркала. Но все равно я лично буду головой задевать. То есть, понятное дело, девушка, вот примерно вот рост, метр шестьдесят, метр семьдесят, ей будет удобно. А вот тебе, например, даже вот летом ты окошко откроешь, ну, будет все равно. То есть, хорошо хотя бы мягко. А то бывают такие машины, где там бьешься, аж больно. Сидеть в машине удобно, очень удобный руль. Это уже идет как доп. Даже вот эти же сами окантовки, ну, хромовые, они тоже идут как уже доп. Вот. Давайте просто вместе с вами сядем в автомобиль, вы просто сами все посмотрите. Значит, смотрите сразу по комплектации. Она у нас не самая бедная, далеко не самая бедная, потому что у нас есть тот же самый дисплей, хотя в некоторых комплектациях он не выезжает, а просто торчит так он маленький. То есть, это внимательно надо быть, потому что на картинках, вот на сайт и зайдешь, там, как обычно, самые лучшие комплектации представлены на первой странице. Тот же самый свет белый. Тоже идет как доп. Значит, смотрите, села машина, все удобно. Слева направо, если идти, вот эти вот вещи там, они бывают разного цвета. Это вообще, для меня это мелочи. Удобно центральный замок, открыть, закрыть. То есть, все классно, удобный подлокотник. То есть, вот такой для водителя, то есть, в ручке. То есть, ты сидишь, вот если даже так представить, ты едешь, ну, знаешь, когда ты едешь на дальняк, катаешься и передвигаешься далеко, ты по-разному в машине садишься. Та же самая история, как в Insignia. То есть, мне, чтобы открыть окно, например, сзади кому-то, надо сделать вот такое движение. То есть, но все равно, знаешь, хотя Audi хвалят за ее эргономичность. Здесь, в центральной части, сейчас покажем, не очень удобно. Минус. Слева направо дальше идем. Вот эти вот части, говорят, все прикольные. На самом деле, мне они напоминают какие-то, вот как у самолета, знаешь, турбины сзади. Вот этот звук многим нравится. Цокань. Ну, да, прикольный звук, то есть, как вот такой кнопочки. Ну, согласись, просто салон, ну, просто такой, ну, такой он какой-то скудненький. То есть, исходя из того, что у Audi есть там А4, А6, А8. То есть, там салон, где просто такая стоит огромная дура посередине. То есть, там много кнопок, там различные варианты. То есть, это круто. Здесь, конечно, как-то так более, знаешь, такой бюджетненький вариант. Хотя, как бы, сам автомобиль считается премиум-классом. То есть, он изначально идет с конкурентом с ЦЛА. Хотя, сейчас скоро должна появиться Бэхо, копейка, седан. Вот они и будут конкурентом. С одной стороны, в этом минус то, что этих мало кнопочек. Но, с другой стороны, зато здесь все самое нужное. Здесь нет ничего, никакой лишней кнопки. Не как вот в BMW. Помните, в трешке было сделано так то, что 1, 2, 3, 4, 5, вот эти просто кнопки есть, а толку от них ноль. Владельцы, например, многие даже ни разу этими кнопками не пользовались. Вот. Дальше, подстаканники. Тоже не очень удобный вариант в том, что бутылка с водой особо большая не зайдет. То есть, например, чай какой-то такой, знаешь, из Макдональдса здоровый. То есть, ты с вами не поставишь. То есть, максимум какой-то кофеечек поставил, все, то есть, попил. Ну, по большому счету, это мелочь, потому что в машине все-таки ты едешь, едешь, а не вот что-то тут пьешь, ешь и так далее. Ну, хотя, как бы, неприятно, что у тебя машина, считай, за полтора миллиона, а сюда тут не помещается что-то. Ход коробки очень плавный, ты послушай просто. То есть, нет никаких вот этих вот рывков, цоканий, там, щелчков. Удобно. Ауди, вот за что говорят, вот тактильность. Вот когда трогаешь, да, действительно интересно. Эта поверхность, она такая еще матовая. То есть, особо на ней царапины никаких не заметно. При условии того, что автомобиль, ну, конечно, не 50 тысяч пробег, не 150 тысяч, год практически машине. Вот, даже больше. Значит, в целом, интерьер автомобиля, ну, такой, приятный. То есть, он, конечно, скудоватенький, но в целом, он приятно. Сидеть, удобно управлять вот этим дисплеем. Вполне удобно, тем более, что эта шайба вообще реально удобный вариант. Ты к ней привыкнешь, ты ее поймешь. То есть, все, ты будешь ездить, очень тебе будет комфортно. Особенно, когда ты держишь одной рукой руль, вторая рука у тебя здесь. Все, ты, пожалуйста, можешь управлять, выбирать музыку, навигацию, если поставить. Все, комфортно. Подлокотник тоже, хотя он маленький. То есть, вот для одного человека, а ты водитель за рулем, то есть, ты, в принципе, сидишь нормально. Хотя вот она прямо чувствует, машина узкая. То есть, ты сидишь прямо вообще. То есть, зеркала маленькие. Обзорность есть, но они маленькие. Все маленькое. То есть, такой, знаешь, действительно, машина сделана для девушки. Просто это отличный подарок жене, там, не знаю, подруге, там, маме, там, кому угодно. Я бы себе такую тачку не взял, но маленькая она. То есть, вот только исходя из этого. Пойдемте просто посмотрим, сколько места сзади, если учитывать то, что я сажусь сам за собой. Обычно открываем дверь, все, на все открыто. Раз, раз. Вот сразу хочу отметить, вот эти части даже вот видно. Я чиркнул, еще кто-то чиркать. То есть, конечно, низкая машина. То есть, ты задевать будешь задевать. Но сесть в машину, в принципе, вот просто по городу поедет, дискомфорта не будет. Серьезно тебе говорю, вот просто сел, все, пожалуйста. Да, вот эти части, то есть, как-то скуденько. Но вот при моей комплекции, например, мне комфортно. Если ты там килограмм 120 и такой вот с жиром, с таким нормальным, не надо. Ты сюда сядешь, ты будешь пыхтеть, ты будешь недоволен. Тебе будет дискомфортно. Мне здесь нормально. У нас здесь, пожалуйста, смотри, стоит вот сидение детское. То есть, сидишь, вот, допустим, представь, потому что я папа. Все, сижу, у меня здесь ребенок, под контролем, жена за рулем. Все, ты едешь, ну, комфортная машина. Для города, вот говорю, вполне. Особенно, вот, москвичи, кто в Питере, вообще в городах-миллионниках. То есть, без проблем, будешь доволен. Поехали на тест-драйв. Нечего тянуть время. Мы сейчас проедемся и как раз проговорим про все остальные характеристики автомобиля уже на ходу. Парни, смотрите, вот мы отправились на тест-драйв. Сразу могу сказать то, что все те, кто говорят то, что вот, аудио, непревзойденная шумоизоляция. Возможно, на А4, на А6 она действительно хорошая. Но здесь я бы не сказал то, что она здесь намного лучше, даже, чем той же самой моей мази. Серьезно, говорю, пацаны, я еду, я слышу шум от дороги. Хотя мы едем примерно 80 километров. Если я нажимаю газ, я сразу слышу, как звук мотора. То есть, стекла здесь, если приоткрыть просто, они тоненькие, они действительно тоненькие. То есть, они не такие, как бывает, такие прям в машинах. Хорошие, плотные стекла, такие толстые. Здесь они обычные. За счет того, что диски 16, вот мы по дороге едем, я специально прямо еду, где швы есть. То есть, комфортно. Все, кто, вообще, кто-то скажет, если то, что она зубодробильная подвеска, ты прямо скажи ему, слышь, иди, просто иди гуляй. А то есть такие, которые рассказывают эксперты о том, что на машине каждый шип чувствуется пятой точкой. Да ничего, если ты не чувствуешь, не будешь нормально. Что касаемо динамических характеристик, вот смотри, просто сейчас я тебе расскажу. Скажи дорогу, видишь, прямая. Вот смотри, я еду 50, да, вот я просто на D-режиме нажимаю в пол. Задержка есть. И вот она пошла. Вот примерно через 3 секунды, после того, как я нажал, вот она прям пошла. И слышен гул. То есть, гул слышен. Поворот входит идеально, действительно. То есть, сидение, конечно, здесь вполне комфортно. То есть, я сижу, когда вот особенно влево-вправо, ну, у меня, вот меня лично не заваливает. То есть, нет такого, как некоторые, знаешь, там, волтуетесь. Вот он влево поворачивает, вправо поворачивает, вот он швыряет. Здесь нормально. Сидишь, все, комфортно. За счет того, что машина небольшая, ты действительно не можешь просто по городу, там, в потоке, где-нибудь на МКАДе, на трассе. То есть, вот охота тебе вот просто подинамичнее поесть. Она тебе даст эту возможность, и ты будешь, тебе будет комфортно. Ты не будешь обламываться, ты не будешь говорить, что как-то вот что-то не то. Вот здесь вариант хороший. То есть, ну, вот даже вот заходим в повороты. Не, ну, хорошая машинка. Вот в плане вот именно рулежки вообще, то есть, пацаны, ну, не придраться. У нас здесь хорошая музыка установлена. То есть, вот если музыку включить, ну, понятное дело, смысла мне ее включать сейчас нет, потому что вы все равно ничего, вот так вот через микрофон не поймете, но она хорошая. Скажи дорогу. Вот сейчас специально едем, дорога, смотри, видишь, такая. Ничего не стучит, пацаны, ни руль не ходит, нет никакого неприятного звука, то есть, в принципе, глотается дорога. Если для вас это нормальная дорога, то я не знаю, что для вас плохая дорога, потому что для меня, вот у меня участок в городе плохой, специально сюда приехали, чтобы по нему проехать. У меня на машине 19-й диске, то есть, здесь я отчетливую эту дорогу чувствую, здесь комфортнее. Хвалят, хвалят, говорят, аудюшка 3-й, вот этот вот седанчик, что такая настроена, сбалансирована хорошо, в плане того, что она и на управляемость хорошая, и на комфортную езду тоже неплохая. Ну, подрыв. Вот сейчас куда-нибудь видим просто на прямой участок, попробуем включить спорт режим и посмотрим, что от этого изменится. То есть, сейчас включаем мы режим спорт. Никого нету? Ладно, пойдем, блядь. Ну, нога сжмешь, все, подрывчик идет. Ну, чувствуешь, заслышишь, да? Ну, приятный звук. Вот когда отпускаешь, он задерживает передачу. Ну, вот в поворот мы заходим. Ну, вообще идеально, блядь. Слушай, ну, хорошо, вот хороша. То есть, 130, в поворот заходишь, да, действительно, ну, управляемость отличная. И самое главное, нет дискомфорта. Нет такого, что ты знаешь, потому что есть такое ощущение, как будто слышишь что-то не то, что ты начинаешь волноваться. Ну, пятерка. За управляемость, пацаны, просто 5 баллов. Таким образом, наш обзор подходит к концу. Хочу сказать то, что управляемость автомобиля действительно очень хорошая. Я остался очень доволен. Оператор, моя супруга, машина осталась довольна очень внешней. Что машина красивая, ей тоже хочется. То есть, оптика у нас, смотрите, ходовки диодные, чтобы в самом начале не сказали. Но сама оптика биксеноновая. На рестайлинге сейчас вышла она, конечно, с диодами. Но в целом машина красивая. Она красивая, но честно, вот хочу сказать одно то, что это все-таки машина для девушки. То есть, если ты парень, А4 твой вариант. А3 это все-таки женский вариант. Сто процентов. Ну, либо ты, если там какой-нибудь такой парень, то, возможно, как бы и это хорошее. Но по большому счету, честно говоря, для молодого парня тоже будет нормально. Студенту что-то такое, какой-нибудь менеджер среднего звена. Ну, хотя на такой машине среднего звена ты менеджером не будешь. Ты тоже должен быть каким-то таким нормальным менеджером. Обзором Audi A3 2015 года мы заканчиваем. Выводы по обзору делать только вам. Пишите комментарии, что сказал неправильно, что вам понравилось, что не понравилось. То есть, высказывайте полностью свое мнение. Все комментарии читаю, люблю общение, общаюсь, отвечаю всем. Парни, какой автомобиль будет следующим? По стандарту никому еще пока неизвестно. Сейчас появится ссылка на инстаграм-канала. Соответственно, подписывайтесь, если вам интересно, что будет дальше. Ищем. Цены, понимаю, прекрасно. Volkswagen, Accord, Superb. Все будет. Но просто новых машин в городе мне тяжело найти. То есть, как только найду, сразу я буду снимать. Хочу такую тему затронуть. Смотрите, сейчас на YouTube очень много и очень популярна стала покупка, знаешь, за 100 тысяч автомобилей, за 500 тысяч, за 700 тысяч. Ну, за какие-то такие суммы. Пушного, старого. И потом начинается проект ведут. То есть, вкладывают деньги, что-то строят. Это интересно. Но у нас есть такая ситуация. У меня у друга, просто пониже гараж есть. У него стоит там машина. Тоже примерно та же самая история. Он ее купил за 100 тысяч, с учетом того, что сейчас он ее сделает. Если вам интересно, вообще, я вот хочу просто про это видео снять, прийти вам показать, что из этого получается. Я вам покажу, что это такое. На YouTube просто. Это одна картинка, когда там у человека есть деньги, он строит, у него действительно что-то получается, что-то движется вперед. И я вам просто покажу, что в реале будет. Если вот ты, например, возьмешь эту машину и подумаешь, ну, сейчас я потихонечку, помаленечку сделаю. Там та же самая история была, но год она уже длится. В каком состоянии был автомобиль куплен, и что с ним изменилось за год. Я думаю, это будет интересно. Ну, как-нибудь так, промежуточное видео. А так, в целом, на этом у нас все. Соответственно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok